Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь у нас пойдет о такой функции, как счет если. И первый пример, который мы рассмотрим, он будет в трех вариантах. Это как посчитать количество отправок из города Тула. Первый вариант, который мы напишем, это будет равно счет если. Далее нажимаем аргументы функции, выбираем диапазон для условия. Диапазон условий можно выбрать следующими методами. Первый метод, это когда мы полностью выделяем столбец Е и вводим критерий. Критерий также можно ввести двумя способами. Первый способ, это когда мы пишем от руки Тула, нажимаем ОК и получаем вариант 123. И второй способ, когда мы берем значение напрямую из ячейки. Рассмотрим второй вариант, с помощью которого мы можем посчитать количество отправок из города Тула. Мы пишем счет если, далее переходим в аргументы функции, выделяем ячейку Е5 и нажимаем Ctrl-Shift вниз. Далее указываем критерий из ячейки. В данном случае это будет Тула. ОК. И третий вариант, это с применением именованного диапазона. Мы выделяем диапазон ячеек и даем ему название. База города. Нажимаем Enter. Пишем функцию, равно счет если, переходим в аргументы функции. Через F3 выбираем база города. И далее определяем критерий. Критерий у нас Тула. ОК. То есть, мы сейчас рассмотрели три простейших варианта использования функции счет если. С использованием диапазона, с использованием столбца и с использованием именованного диапазона, с критерием из ячейки. Второй пример, который мы рассмотрим, это использование счет если по двум критериям. Допустим, нам необходимо определить количество отправок из города Тулы и Орел. Для этого нам необходимо написать две функции счет если и просуммировать их. Мы пишем равно счет если. Выделяем диапазон условия. Далее пишем само условие. Это Тула. ОК. И также складываем точно такую же формулу, только критерий будет другой. То есть, у нас за место Е6 будет Е8. Таким образом, мы посчитали количество строк, в которых встречается у нас город-отправитель Тула и Орел. Теперь самое время поставить лайк или дизлайк, но при этом не забудьте размять руки. И в любом случае, я жму вашу руку за то, что вы выразили свое мнение относительно данного видео. Спасибо большое. Пример номер 3 заключается в использовании функции счет если множественное с цифрами. Также ее можно использовать с датами. Допустим, нам необходимо определить количество отправок с 4 по 9 неделю. Для этого мы присвоили именованный диапазон номеру неделю. Далее нам необходимо написать функцию счет если множественное, потому что условий будет несколько. Переходим в аргументы функции Shift F3. Выбираем имя. Это F3. И теперь пишем первое условие. Нам необходимо сделать так, чтобы оно было больше или равно 4. Пишем второе условие меньше или равно 9. Окей. Получается количество отправок между этими двумя неделями составило 42. Также мы можем записать функцию счет если множественное на значение, которое находится в ячейках. Мы пишем равно счет если множественное. Переходим в аргументы функции. Выбираем диапазон условия F3. Это номер недели. Далее прописываем значение из ячейки. Больше или равно. И далее, чтобы взять значение из ячейки, нам необходимо сделать сцепку. 4. И также указываем номер недели. Меньше или равно. 9. Нажимаем ОК. Как мы видим результат одинаковый. Только во втором случае мы можем менять недели и получать результат на ходу. В данном случае, в первом варианте, нам приходится справить напрямую в формуле. Если мы напишем напрямую ячейки, они не будут работать. Только по второму принципу. Пример номер 4 заключается в том, что мы посчитаем количество отправок из районов Москвы. То есть это с востока, с севера и юга. Для этого у нас есть спецсимвол. Да, спецсимвол. Звездочка обозначает какое-то количество знаков. Функция счет если множественный. Просто счет если понимает. Да, спецсимвол. И поэтому мы можем написать следующую формулу. Мы напишем равно счет если. Укажем здесь диапазон город-отправитель. И далее запишем. Первое, что нам нужно записать, это Москва. Сцепить пробел звездочкам. То есть мы посчитаем все города, которые после слова Москва содержат какую-то часть. Будут тут три слова, будь четыре, без разницы. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал. Оставляем комментарии. Спасибо за внимание. До следующего четверга. До связи. Продолжение следует.